что хотелось бы отметить что произошло в этом году на лицо вне всякого сомнения и как показали те события которые проходили у нас края это посвящает это выборы начала депутатов буквально сегодня или общество самостоятельно я неоднократно говорил и говорю что я не буду вмешиваться выбор людей буду принимать их выбор как ну наверное все таки я держу свое слово я вмешивался и все видели и все знают что люди шли самостоятельно на избирательные участки несмотря на погоду несмотря на дождь несмотря на которые шли подозрели люди шли на избирательные участки стояли в очередях и высказывали свое мнение и я очень сильно надеюсь что именно вот этот тренд когда люди выбирают сами хабаровском крае сохранится если немножко уйти от политических моментов и перейти к экономике то хочу отметить следующее понятно что цель любого губернатора сделать жизнь экономическую жизнь края более лучше для того чтобы население чувствовало экономическое улучшение и соответственно у людей попадало желание покидать дальний восток ну в том числе хабаровский край те цифры которые сегодня есть за 19 год показывают что в экономике изменения в положительном плане есть и мы любимся правильном направлении я бы хотел несколько цифр буквально зачитать значит у нас на сегодня не на сегодня а на первое число индекс промышленного производства 102,2 процента это все по отношению восемнадцатого года грузооборот 107,2 процента выполнение подрядных работ строительства 107,9 в этом году мы перевыполняем планы по строительству обороту ритмичной торговли 102,1 процент но не буду перечислять дальше цифры потому что понятно что для жителей да и для всех вот эта сухая статистика она как бы может быть информативна для специалистов но люди реагируют только тогда когда они видят изменения своими глазами могут почувствовать это либо в своем кармане либо какие-то изменения в жизни хочу сказать что в этом году из таких вот знаковых объектов мы сдали наконец-то инженерную школу в городе Комсомольске на море это был серьезный объект долгострой мы его сдали сдали также бассейн в поселке Чекнамы стадион школы в Перьяславке спортивный комплекс Авангард в Комсомольске административно-культурный центр в СИТЕ станция очистки питьевой воды в Ваване пожарную часть формули и до конца этого года мы планируем ввести еще новую стату с помощью в городе Комсомольске на море четыре детских сада мы сдаем до 30 декабря это три в городе Комсомольске, один доминодок, четыре ФАПа сдаем в Жюйенево-Бори верхней Нергене Кажасевича а также два стадиона Комсомольске-Неградоке я перечислил не все, я перечислил только те объекты которые являлись у нас долгостроем и имели очень нехороший программ вообще, что касается Комсомольска, я столкнулся с периодной картиной недоработок, особенно в проектной документации то есть фактически все объекты, которые были запланированы, они были спроектированы с недочетами, с грубейшими нарушениями и, соответственно, это повлекло за собой корреляцию и осерьезных изменений мы вынуждены были, я бы вынужден, в частности, конечно, подготовить предложение по модернизации долгосрочного плана я объясню, почему коротко буквально потому что те объекты, которые по 704 указу были задуманы в городе Комсомольске-Наградоке они действительно хорошие, но они очень объемные их нужно долго строить и они требуют больших капитальных вложений соответственно, когда дошел перекос, при котором объекты начали строиться а те объекты, которые уже есть, перестали финансироваться и, соответственно, новое еще было, точнее, еще не достроено а старое перестали финансировать, оно начало приходить в упадок и это вылилось в такую вот депрессию поэтому экстренно приняты меры для изменения долгосрочного плана итак, в этом году для детей-сирот Министерство имущественных отношений купило на вторичке 74 квартиры Министерство ЖКХ 65 квартир, Министерство строительства вместе с домом на аэродромной 381 квартиру ну и, соответственно, Николаевск-Наградоке построил дом на 60 квартир как я уже сказал, там есть сейчас определенные моменты документации сам дом готов, квартира готова, но это тоже по решению вот, в следующем году мы запланировали не менее 580 квартир для детей-сирот и все основания полагать и все планы, которые мы задумали говорят о том, что мы должны выполнить эту программу было много споров и критики в мой адрес так называемые сертификаты для детей-сирот, что Хабаровский край вроде как их не найдется но, тем не менее, несмотря на всю критику и давление я принял решение посмотреть, как это будет проходить в других регионах и, как говорится, на черных ошибках получится, чтобы не повторять свои и это оправдалось я считаю, это было правильное направление потому что мы посмотрели, ушли все ошибки и со следующего года, я не буду этот механизм сейчас расписывать ну, где-то порядка 100 квартир как правильно называется? по компенсации по компенсации то есть, дети-сироты, ну, не дети, уже взрослые, самостоятельные люди но в статусе сирот смогут вступить самостоятельно за те деньги, которые будем выдавать по порядку это квартиры, это иди 580 значит, в этом году, я считаю, мы очень хорошо подработали по дорогам значит, в рамках национального проекта безопасной качественной дороги мы привели в нормативное состояние 111 объектов дорожного хозяйства в первую очередь, конечно же, мы попытались, и не попытались, а точнее, ремонтировали те магистрали, которые наиболее требованы у жителей региона я сразу скажу, что понятно, что дороги за один год, за два или даже за три года все, без исключения, сделать невозможно у нас только 3300 км дорог это краевого значения и 1700 км это муниципально, межмуниципально 5100 км дорог, которые фактически 10 лет ничего с ними не делалось привести за один год нормативное состояние но это не по силам даже не буду повторяться тем не менее, что касается ВКД в Комсомольске мы отремонтировали и вы со мной были и смотрели эти дороги 22 улицы часть тротуаров на следующий год по Комсомольскому на море мы приняли решение сделать 20 дорог но это связано не с тем, что будет меньше денег денег будет столько же это связано с тем, что мы приняли решение что все дороги должны делаться параллельно с тротуарами то есть теперь мы уже посмотрим у меня такие маленькие недочеты которые были решены делается дорога параллельно делается тротуар делается хорда освещения вот в этом году мы смогли 4,5 км осветить поставить новые осветильники на дороге ну а вообще до 24 года мы планируем привести полностью нормативное состояние 330 км дорог я имею ввиду улицу и дорог это в Комсомольске так в Хабаровске и в Хабаровском районе и в Савганском в бане Савганской агломерации что хотелось бы еще сказать перед тем, как вы начнете задавать вопросы двадцатый год мы называем годом строительства и у нас запланировано очень много как продолжать строить которые мы начали в ранние годы так и начинать строить новые из таких значимых я бы хотел сказать что в двадцатом году мы начинаем строить инфекционную детскую инфекционную планицу в городе Хабаровске это такой долгожданный облет который ждут 18 лет детскую поликлинику прибрежном микрорайоне ее ждут уже 11 лет семь детских садов это в городе Комсомольске на Амуре Полина Осипенко Циммермановки Гаровка 2 Матвеевка Мирна Литовка школы в Мичувинском Найкин пристройках в школе город Вяземский акушерский корпус в селе Богородское центральную районную больницу в городе Советская Гавань кроме этого площадку готовим под проектирование под 11 больницу и как вы уже помните я приходил обещал 100 до конца 4 года 100 фапов на 20-й год мы планируем строительство проектирование начало строительства первых не первых мы уже 5 дали а 19 фапов это тоже будет сделано кроме этого мы достроим краевой дворец Срединовгос самбо мы начали строительство противоперкулезного диспансера как вы знаете он достроился мы достроим в 20-м году больницу в городе Николаевский ну и соответственно примем решение построить две дороги это дальневосточные гектары Свечина кроме этого в 20-м году мы запроектируем и начнем строить два дома в форме жилищно-строительного координатива один дом комсомольский на море в центре города мы выделили площадку и второй дом это будут первые дома это будет потом продолжаться это в Хабаровске тоже в центре значит площадка будет либо Ленина Лермонтова либо вот этот участок земли который находится за баксом то есть мной принято решение дома строить на самом высоком уровне в лучших местах города мы выделим абсолютно бесплатно землю под это дело построим дома дадим молодежи нашим молодым семьям квартиры причем гарантированно жилье будет дешевле чем коммерческое кроме этого тем кому положено 35 процентов мы заплатим с бюджета Хабаровского края и плюс поможем оформить ипотеку по 2 процента на татокене сегодня мы собираем списки среди молодых для того чтобы приступить к проектированию строительства этих домов это с быть понятно но это такое